Главной темой встречи стала подготовка к посевной. Как поддержит селян республика, беспокоились районные главы. Александр Соловьев успокоил, в этом году на проведение весеннеполевых работ из бюджета всех уровней будет выделено на треть больше, чем в прошлом. 1 миллиард 300 миллионов рублей. К посевной район полностью готов. Но обеспеченность, конечно, низкая обеспеченность, прежде всего это удобрениями, семенной материал хорошего качества, полон достатки для себя. Имеем возможность продавать и другие районы еще. Ну и еще обновляется данное время хозяйство. То есть беспокойства по семенному материалу нет, по топливу нет, по готовности техники проверено. Главы задавали вопросы, спорили и предлагали. Уменьшились налоговые поступления в бюджет, поэтому и в районах учатся жить по средствам. Но глава региона высказался определенно – социальная сфера пострадать не должна. В феврале месяце, когда я проехал по объектам строительства, по объектам строительства, я многие закрыл и говорят, делать ничего не будем. Но социально значимые объекты для каждого муниципального образования они были важны. И Виктор Алисеевич, и я пошли на встречу. Сознавая, что мы опять летим в Толговую яму. Естественно, конечно, мы рассчитаемся. Без всяких сомнений. Все, что заложено в программе социально-экономического развития, в районах сделают. На капитальное строительство из бюджета республики выделено 2,5 миллиарда рублей. В Глазове, например, ко дню города запланирована сдача новых спортивных объектов. Один – это спортивный зал физмат-лицея. Средства на него выделены. Он в титульном списке республики. Второй очень значимый объект – это наш Ледовый дворец спорта. Но основные силы направят на ремонт, на обновление кровли и крыш соцобъектов. На этот год выделено 800 миллионов рублей. В заключение глава республики предложил главам районов встречаться ежемесячно. Причем не в резиденции, а на выезде. Первое такое совещание проведут в Малопургенском районе. Елена Реверчук, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».